Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня. Комментарии» в студии Роман Быков. В стране снова разгорелась дискуссия о ЕГЭ. Отменять его и не отменять. Раздаются радикальные слова, что хватит мучить детей, издеваться над родителями. В общем, что сейчас с собой представляет ЕГЭ и действительно нужно ли его отменять или как-то реформировать, об этом мы сегодня поговорим с гостем нашей студии. Это преподаватель, а самое главное, преподаватель химии, а самый главный директор средней школы номер 34 областного центра Вера Петровна Панкова. Здравствуйте! Еще могу добавить, член общественной палаты города Твери. Вера Петровна, ну все-таки, действительно, ЕГЭ, насколько он сильно изменился за вот эти уже более чем 20 лет? Ну, вы знаете, я начала работать в ЕГЭ, в системе ЕГЭ с 2006 года. И, конечно, он изменился. Я могу сказать, как учитель вначале, то есть я, например, в первые года вот эти вот варианты, я их хранила там, да, старалась по ним как-то работать. Потом, через несколько лет, я поняла, что это не имеет большого смысла. У ребенка, так же, как у учителя, должен быть спектр знаний по разным направлениям работы. И каждый год выходит демонстрационный вариант ЕГЭ определенного года, на который и желательно опираться. То есть вот тот багаж, честно говоря, который у меня был, я от него ушла и стала работать таким вот образом. Это что касается, ну, заданий ЕГЭ, или вы сказали, как он изменился. Это первое, что задания меняются, задания с одной стороны улучшаются, с другой стороны становятся сложнее. То есть, ну, учителя, они за этим следят. Иногда я говорю своим учителям, то есть, понимаете, вы уже давно работаете в ЕГЭ, а вот этот ребенок, который сегодня учится, он первый раз это проходит. И вы должны все объяснить, что такое единогосторственный экзамен. Это экзамен, это итоговая аттестация, которую, скажем так, никто никогда не отменит итоговую аттестацию. В какой она форме будет, это другое дело. Но что касается ЕГЭ, во-первых, я начала с заданий, что, ну, с одной стороны, немножко менялись, с другой стороны, они, как бы, той программе, которая есть, соответствуют и, в общем-то, где-то усложняются, где-то становятся, может быть, даже и такие, как были раньше. Это первое. И второе, сама система проведения ЕГЭ, она всегда была очень строгая. Вот всегда были написаны методические рекомендации, и сейчас они есть. Каждый год они немножко изменяются. Но вообще вот эта вся структура, она уже достаточно понятна, и учителя, те, кто принимают ЕГЭ, принимают много лет, они в этой теме, есть определенные трудности, когда там распечатывается в аудитории, там дети долго ждут или что-то еще. Но в целом это все Рособорнадзор все четко прописал. Для каждого участника единого государственного экзамена есть инструкция, которую он должен строго соблюдать. Поэтому менялось, но я считаю, что менялось так, что, может быть, такое слово, усовершенствовалось. Вот так я хочу сказать. Скажите, а если так вот на пальцах, что называется, примитивно, вот 100%, какой он был изначально, на сколько процентов поменялось? Как вы думаете? На сколько процентов? Грубо говоря, ну, возможно, процентов даже на 35, я бы так сказала. Вот почему, действительно, если мы возьмем варианты ЕГЭ, да, вот 2006, 2007, 2008 года, достаточно давно, они сейчас нам покажутся очень простыми, однозначно, да. Вот то, что сейчас идет, это задания уже более какие-то выверенные, как, вот помните, критиковали угадайку, что там из четырех один выбрать, да, можно было угадать. Сейчас нет, сейчас нужно как-то привести какое-то соответствие. Сейчас нужно продумать не только там с одной стороны, а с какой-то еще другой стороны обязательно. Это, конечно, определенные трудности создать для детей. В каком плане? Детей нужно учить не просто читать задания, а читать задания внимательно, да, читывать задания, да, анализировать. То есть вот, как я считаю, конечно, вот те задания сейчас, вот, например, в химии, да, существует две части. Первая и вторая. Первая, где дети фактически дают в бланк ответа, заполняют там какие-то цифры, ставят там буквы, ну, что-то такое, да. И вторая часть, это называется развернутый ответ. Вот, на мой взгляд, единственное, что вот эта первая часть, она все-таки стала, действительно, ее усложнили, я бы чуть сделала ее проще. А зачем? Вот чем руководствовались разработчики, которые зачем-то взяли и решили усложнить? Усложнили, но ведь разработчики получают и критику, да, что вот там дети не такие хорошие знания имеют, да, там, сдают ЕГЭ и так далее, там, вот. И они стараются как-то тоже это все привести к какой-то соответствии. Но, на мой взгляд, сейчас все-таки нужно делать так, чтобы хотя бы перейти порог мог каждый выпускник. К сожалению, бывает такое, что ребенок там не сдает экзамен, не набирает нужное количество баллов по предмету, чтобы, ну, считал, что прошел порог. Я считаю, что нужно все-таки скорректировать, особенно первую часть и, может быть, часть второй части, для того, чтобы ребенок, обучаясь в школе, обычный, средний, да, он мог одолеть этот самый порог. Чтобы не было у ребенка такого вот ощущения, что я учился в школе, я почему-то вот не сдал экзамен, да. Вот это мое мнение, что все-таки чуть упростить первую часть. Что касается второй части, где развернуты ответы, безусловно, там должны быть задания, которые выделят детей наиболее способных, более талантливых. Потому что вузы тоже должны получить к себе студентов наиболее продвинутых, нацеленных на получение образования. Но там разное количество заданий бывает, да, но должно быть одно, там, два задания, которые может решить ребенок, вообще обучаясь даже на базовом уровне. Вот, и, конечно, там два задания или три, это могут быть задания более сложные, где здесь можно, скажем так, развести, да. Начиная, вот этот ребенок прошел порог, да, он на базовом уровне, этот получил там 50 баллов, 60 там, ну и так далее, до 100 баллов. Понятно, что 100 баллов получают те, кто, ну, и занимались хорошо, они имеют знания хорошие по содержанию предмета, они научились выполнять какие-то определенные действия, там, если брать химию, там, биологию, там, задачи, математику, да, русский язык, писать небольшие, там, эссе, там, составлять себе, там, предложения и так далее. В каждом предмете есть что-то такое, вот, и, ну, еще раз, вот, немножко сбилась в смысле, в том плане, что, как я вот сегодня уже говорила, что к разработчикам тоже такое пожелание, чтобы все-таки у нас выпускник школы, если его допустили к итоговой аттестации, а в школе еще заседает педсовет, и ребенок допускается к итоговой аттестации, если у него все положительные отметки итоговые по предметам, которые он изучал в школе, если он допущен этот ребенок к итоговой аттестации, безусловно, он должен иметь такие знания, чтобы ему, ну, вот, эти пороги одолеть, и еще раз повторюсь, а если уже он хочет поступить в ВУЗ, какой-то престижный ВУЗ, то он должен стараться получить максимальное количество баллов. Ну, это нормально, так всегда было, но все-таки известная такая претензия, что ЕГЭ, точнее, школа не дает в полной мере тех знаний, которые нужны, чтобы нормально сдать ЕГЭ, не куда-то там на 100 баллов в МГИМО, а просто, я просто знаю из своего личного опыта, мне рассказывают ученики, что приходится им ходить на дополнительные уроки, чтобы просто сдать ЕГЭ. А можно как-то привести все-таки ЕГЭ в соответствии с тем, что дается в школе? Что говорится, что там Куликовская битва была в 1380 году, и школьная программа это говорится, но чтобы не было в ЕГЭ, а еще было такое-то сражение, и школьник приходит сдавать ЕГЭ, а он про это и не знает. Ну, смотрите, Роман, здесь вот опять, например, так как я еще учитель химии, на примере химии, да, у нас есть такая задача номер 34, для решения которой нужно достаточно большое время, потому что она развернутая, и там нужно понять и логику, и выполнить определенные действия с физическими величинами, и получить еще конечный ответ. Конечно, даже обучая в школе, например, учителю на уроке он может, например, один или два раза потратить время для того, чтобы объяснить эту задачу. Для того, чтобы ее потом отработать, это нужно дополнительное время. Вот как вы говорите, да, что там, ну, не все сдают на 100 баллов и не соответствует программа. Здесь больше отработки нужно в каком-то плане. И еще я хочу сказать, что, вы знаете, вопрос такой комплексный, вопрос сложный. Я понимаю, что действительно сложилась такая ситуация, что у нас дети к репетиторам. Ну, чем лучше репетитор, да, чаще это занятие один на один, да, ребенку лучше объясняется, как считается. Но вот я своим родителям там в школе, ученикам говорю, вы сначала возьмите все, что есть в школе, да. Это и уроки, не отвлекайтесь. Это уже здесь работа и учителя, безусловно, да, работа администрации школы, чтобы урок был эффективным, да. Чтобы урок не проходил так, чтобы мы половину времени потратили на какие-то там, ну, вопросы там даже какого-то плана там воспитательного и так далее. То есть урок должен быть такой, знаете, вот еще раз повторюсь, эффективный, чтобы он давал максимально и ребенку, который готов там выйти на 100 баллов, и ребенку, который еще что-то недопонял, ему нужно объяснить. Это работа учителя, это работа методической службы, работа администрации школы, чтобы урок был эффективным. Далее обязательно, и в принципе, как директор школы, я всегда говорю, если кому-то нужны эффективные курсы, там, детям или учителям, говорят, что вот у меня там немного, ну, можно ли? Можно, говорю. Я иду на это, чтобы были еще такие курсы по выбору. Если ребенок задает определенный экзамен, то он будет посещать эти курсы. Бывает такое, что, знаете, репетиторов ставят, так скажем, выше учителя, да, что, да ладно, что там школа, пойдешь к репетитору, тебе там все объяснят. Я считаю, что это неправильный подход. Там, как правило, такой школьный учитель, на самом деле, который этим зарабатывает дополнительное время. Ну, возможно, не знаю, вот, но, то есть, вы возьмите сначала все от школы, и сейчас, на самом деле, очень много различных групп в интернете, да, ну, таких вот, которые, действительно, люди, которые сами сдавали ЕГЭ, сейчас уже где-то преподают и так далее. Есть платные, есть бесплатные, очень много возможностей, и что сейчас радует, когда начинают спрашивать ребят, да, то есть, ну, как вы достигли такого хорошего, результата, да, не все говорят, что я занималась репетитором, есть такие, да, называют, что очень радует и школьных учителей, безусловно, что у нас был хороший учитель, который нам своевременно все объяснил, который нас держал в системе, который заставлял когда-то нас делать, да, и я занималась еще дополнительно, что мне было непонятно. И ребята достигают хороших результатов, сейчас есть такая возможность, главное, чтобы было стремление учиться, и вот это стремление нужно поддерживать и учителям, и родителям, и самим детям, и, может быть, где-то еще и социальному окружению. Что ж, мы тогда завершаем наш эфир, хорошие слова, действительно, самое главное, стремление учиться, тогда нужные баллы на ЕГЭ придут. Спасибо, Ирина Петровна, была программа «Тема дня. Комментарии». До новых встреч. Всего доброго.